Приветствую, дорогие зрители, уважаемые подписчики и всех, кто тут зашел случайно на нашем канале. Сегодня у нас У-4501 и легендарный кошмар. Не отрядом пошел прокатиться, нырнул. Так, что у нас тут из противников? Вроде супер игроков нету, вроде кланов супер-бупер нету. Ну, супер-бупер это кто участники там всяких турниров, прорывов там и так далее, и так далее, а мы так по-серенькому. Вот, легендарный кошмар идет в атаку, погрузился, так проще и быстрее, чтобы все было хорошо. Солнце какое, смотрите, пробивается сквозь толщу воды, зимнее, наверное, солнце. Какая карта, кстати. Зона крушения атаку, подводные виды какие, май год. Какая красотища, мать нас. А, нет, никакой это не зимние воды, никакое это солнце, это ужас какой-то. Тут шторм на поверхности, волнение очень сильное, балла 3-4, не меньше. Так, кошмар, 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 берет точку. Ну и противник начинает разворачиваться. Такие же прекрасные люди ставят борт. Почему-то Сталинград и еще не менее лучший Винсент им не накидывают. Стреляют фугасами, молодцы. Так и надо стрелять, когда играешь. У нас гости. Гости ушли. А, Шимочка, красавица. Ой-ой-ой. Импульс пошел. Промазали, Шимочка стоит. Нифига, я не пойму ничего. Блядь, какой-то камикадзе на Шимочке. Он еще сумасшедший, что ли. Торпеды по левому борту, торпеды прямо по курсу. Торпеды слева по борту. Вот так вы всегда. Ну и че? Блядь, промазали, а? Да что ж такое? Противник. Враг. Какую-то камукуляшку. Ё-моё, блядь. Ушинки видели, какой камукуляш? Ё-моё. Это, наверное, плюс пятьсот процентов к урону или восемьдесят девяносто. А-а-а. Я ничего не понял, блядь, если честно. Что это такое? Какие-то, блядь, торпеды. Прости, господи. Опа, порт. Шимочка с крошелым камукуляжем отправилась в порт. И у нас почти восемнадцать тысяч урона. По сегодняшним временам немного, конечно. Но давайте смотреть дальше. Сокрушительный удар нанес. Кошмар сокрушительный. О, ещё, ещё. Сколько жиру ползёт. Владивосток. А, наоборот, вернее, стоит. Эй, алё, Владивосток. Атлантико. Гоу-гоу. Ну, это они просто потеряли до речи, когда увидели гибель Шимки. Ну, это, кстати, вот, смотрите, нормальный расклад. Конечно, огромное умение и огромный скилл кошмара здесь присутствует. Тут даже базаров нет. Но как поддерживают эсминца, которые... Посмотрите внимательно. Один прекрасный человек на Азуме за островом. На него идут минимум три лодки. Ну, скорее всего, две. Атлантико. Замечательный человек. Материться не хочу просто. Ну, чё человека позорить-то? Может, он правда красивый. Может, он правда хороший. Может, он правда молодец. Но в лодках он не умеет играть. Что сказать, не хочет играть. Так вот. И Владивосток. Тоже там наверняка... О, это чё такое? Тонет, что ли, уже? Уже тонет? Бля... Уже тонет. Уже тонет. Ё-моё. Как так? Ты смотри, что сделал. Кошмар. Хуист труп. 65. Ну, она даже если захочет, не уйдёт. Блядь. Первый раз вижу, что так красиво убивается подводная лодка. Первый раз, друзья, я шокирован. Понятно, что лодка как бы в два раза ниже класса. Вернее, на две ступени. Кошмар решил плюнуть на всё и решил разобраться с Ай-Веном 86. Ай-Веном. Ай-Вен. Да, правильно же почитал? Ай-Вен 86. Прекрасный, тоже хороший человек. Он бы ещё между делом бы так на Азуму скинул с кормы. Кошмарик, скинь с кормы. Не слышит. Сталинград ушёл куда-то в никуда, блядь. Эй, алё, 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 алё. Подожди, подожди, подожди. Владивосток, подожди, не уходи. Блин, у Кошмарика какой-то хитрый план. Сначала грохнуть Владивостока, а потом забрать... Четыре заходят однозначно, стопудово. Есть, детка. Не всегда в этом моменте нравятся вот эти прекрасные люди. Которые сидят за островами. Ну, слава, допустим. Ну, терпится ещё с Азюмой более-менее идут, блядь. Блядь, тут Кошмарик уже упарился, блядь. Раздавать направо-налево. Пока 73 тысячи урона. Может, попадут. Да? Третья лодочка. Что у нас там с Атлантика? Непонятная ситуация. Кремль. Кремль привлёк внимание Кошмарика. Да. Сейчас что-то будет, что-то будет. Одна всего. Не очень. Да, и сейчас нет смысла пускать, потому что... Атлантика убежит. Кремль. Сколько жира? 111 тысяч. Ой, как хорошо. Так он девственный был. О-о-о, кто-то вскрыл эту девственницу. Да. Красота какая. Столько, блядь. Ну, нам-то оставьте. Хватит жрать, кремля-то. Пауло Эмилио. Здравствуй, дорогой. Четыре в дырочку. Правда, что-то мало на 16 тысяч. Сейчас я что-то пропустил или занерфили подводных лодок опять. Ну, блядь. Пауло Эмилио. Ебё на мать. Опять пики на нас идёт. Блядь. Вот команда разыгралась. Я даже это, и сматериться-то не хочу. Фрагов подметают. Фрагов подметают. Только, это, будь добр. Был Сталинград и нет Сталинграда. Наполовинку. Хоп. Уменьшили. А идёт как красиво. Смотрите. Хорошая лодка, чё говорить. В умелых руках творить чудеса. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Второй импульс сядет. Оп. Не сел. Жаль. Ну-ка, ну-ка. Четыре штучки в борт. Это прям... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бомбят, бомбят. Сболочи бомбят, что делается. Чё и салим, блядь. Все против нас. Все. Ну, вообще-то, Бечен был огромная какая-то цифра урона. И слили чистого опыта. Я уж не помню. Раз, 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 раз. И всё мимо, что ли? Ни хрена себе, блядь. Капец. Просто. Горес 976. Ммм. Какая прекрасная лодка была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 И так Ооо Ничего, кошмару накидали Сколько Спасибок Ну да, Ка-1 убежала Мы ее не нашли, ну как бы что 141 тысяча урона Ииии 3,300 чистого На первом месте Клан-Куант Подводная лодка 45-01 Управлял легендарный кошмар Ребята, welcome А, убежал кто тут у нас вот, кто сам успел убежать. Ребята, гоу-гоу, заходите, подписывайтесь, лайкайте, там, что-нибудь делайте. Добрый комментарий. За это отдельное спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok